На первом пленарном заседании очередной восьмой сессии Кибастузского городского маслехата депутаты рассмотрели бюджет города на ближайшие три года. Какие изменения вносятся в бюджет города на 2023-2025 годы, рассказала руководитель отдела экономики и финансов Акимата Экибастуза. С учетом всех изменений, объем бюджета составит 48,8 миллиметра. Уважаемые депутаты, предложения по проекту городского бюджета подтверждены. Прошу поддержать. Хотел еще добавить, что у нас часто это как вручение, где задавал вопрос по строительству и освещения из Абекыша. Средства доступны в виде лидер, а определенная задача, а также это проект в бюджете и посмотрели в виде лидер. По реализации проекта «Один месяц» кончились подрядчики и подряды. Уменьшение объема средств, выделяемых на отдел занятости и социальных программ, Салтанат Курабаева объяснила тем, что карьерный центр финансируется из областного бюджета. Депутаты поинтересовались по вопросу установки детских игровых площадок и благоустройства дворов. Ведь в этом году планируется ремонт 24 дворов. Вопрос старался раньше о 50 площадках. Куда 26? Как выяснилось, план благоустройства дворов претерпел некоторые коррективы. Изначально, первоначально она рассматривалась комплексно, чтобы, как, скажем так, благодарить, заасфортировать внутри портальной территории, облагородить их мордюрами, установить спортивные детские площадки. И тогда вы сами знали, что в среднем такой проект у нас выходил порядка 370-400 миллионов тенге. По ценам того времени. Потом, два года назад уже, мы когда докладывались о предзащите бюджета, концепция в области поменялась, чтобы достичь быстрых результатов и быстрого эффекта. И решили раздельно рассматривать вопросы о сайте губернатора и установке детских площадок. Поэтому, вот если говорить конкретно по 2024 году, работа будет построена именно так. В текущем году в рамках программы «Аул Ельбисыг» в селе Бает возводится клуб, а также ремонтируются внутрипоселковые дороги. В 2025 году в эту программу войдут села Коянде и Темертас. Депутат Жанат Ибраев попросил обратить внимание и на отдаленные населенные пункты. Такие села, как Маргула, дальние села, туда люди не едут. Туда люди не едут. Надо, наверное, начинать с тех дальних сел, украшать их, создавать благоустройство, чтобы люди туда ехали, жили и работали. Темой для обсуждения стал и ремонт подъездных дорог к селам. В этом году данные работы стартовали в селах Ахколь и Сархамас. В следующем году капитальный ремонт подъездных путей ожидается в четырех селах. Продолжение следует...